Тем временем домашний скот не выдерживает нашествия гнусов по Владарской области. Чаяние населения о невыносимых условиях так и остаются неуслышанными. Чиновники только рапортуют о выделенных миллионах и проводимой дезинсекции. Как живется с кровососущим соседством, расскажет наш корреспондент Галина Трощева. Жители села в Павлодарской области изнывают от нашествия гнуса. На их жалобы и возмущения у чиновников один ответ. О проблеме знаем, диссинкционные работы проводим. Только легче от этого не становится. Это невыносимо. Ходим вот так вот, уже теплые вещи одеваем, кусают. Дети дома, скот падает, у кого-то дохнет он. В этом году на борьбу с кровососущими в Актагайском районе выделено 1 миллион 300 тысяч тенге. На 510 тысяч закупили препарат для протравки гнуса. Говорят, что до сих пор обработку проводили всего 4 раза. Сейчас мы заключили дополнительный еще на 288 тысяч договор для обработки. Она, работа в данном случае продолжается. От назойливых насекомых страдает и домашний скот. В социальных сетях то и дело всплывают ролики с замученными животными. Но подтвержденных фактов массового падежа пока нет. Для установления причин гибели необходимо провести анализы. Только вот ветеринаров жители к своему подсобному хозяйству и близко не подпускают. Я даже не знаю, по какой причине. Вы знаете, что в Болгарской области, когда был птичий гриб, мы оплачивали с птичканского бюджета по усиленному рынку стоимость всех видов птиц. Владельцы живот обязаны сообщать о всех случаях падежа, заболевания, приобретения, убытия птиц и животных. Но таких сигналов у нас не поступало. Гибель от мошки не входит в печень особо опасных болезней, которые будут смотрены. Опасно или нет для бюджета домашнего хозяйства, гибель скота от мошки никто не считал. Жители падеж отмечают, но вот сообщать соответствующие службы не торопятся. Тем временем неравный бой с Гнусом продолжается. И пока счет, несмотря на выделенные миллионы, увы, не в пользу людей.